И всем привет ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик будет посвящен не совсем стандартной тематике, это не какой-то там игровой видос. Сегодня я бы хотел вместе с вами обсудить недавнее обновление от разработчиков игры, которое связано непосредственно с донатом игру, с изменением цен в магазине в игре. Как по мне это одно из самых спорных, неоднозначных и не совсем грамотных обновлений, которые у нас появляются за последнее время в игре. Как вы помните, раньше я тоже довольно часто обращал внимание на какие-то спорные моменты, ну и данную тему я знаю, что особо никто, а может даже и никто, поднимать в видеороликах у нас на танковом ютубе не будет. Поэтому, определенно, эта задача остается на мне, поэтому сегодня вместе с вами мы все это дело обсудим, я выскажу свою позицию. Ну и скажу, почему это обновление в конечном итоге окажется провальным и понесет за собой убыток игре, которая в последнее время, хоть и не имела столь большое количество онлайна, да, то есть это потенциальные средние 8 там в пике тысяч плюс-минус. Но прибыль при этих 8 тысяч была довольно солидна. Сейчас же все это дело поменяется. Кто еще не понял, речь идет непосредственно о изменении цен в магазинах за счет того, что раньше, как вы знаете, большинство игроков покупало всякие предметы через те странные валюты, которым им удобно. То есть, например, я, живя в Латвии, всегда, если мне что-то нужно было, покупал через рубли, потому что мне, во-первых, это удобней, во-вторых, нет никаких проблем и цена в 2, может даже больше, раза меньше. Да, то есть, соответственно, я смотря, например, на цены, которые у меня есть сейчас, да, если вот просто открыть магазинчик, да, и увидеть цены 5 евро, 9 евро, а 17, 42, 84 и 168, да, для сравнения. 20 тысяч танкоинов, если перевести вот это вот число замечательное в рубли, то оно будет в 2 раза больше, даже не в 2, а в 2 с чем-то, с небольшим, раза больше, чем если бы я бы покупал бы эти же самые 20 тысяч танкоинов за рубли. Соответственно, я, если, ну, я, конечно, этого там не делал, но если бы мне это бы надо было, я бы, конечно же, приобретал бы через рубли. Было еще и платформа, если я не ошибаюсь, там в Бразилии, через Бразилию тоже там ребята экономили, покупали. И разработчики у нас решили все это дело прикрыть, да, то есть, у них шел неплохой доход, да, но ребята пользовались платежками стран, в которых, например, они не проживали. То есть, тем самым они, донатя в игру экономили, ну, и понятное дело, что за счет этой экономии, как бы разработчики игры, ну, и сама, как бы, игра получала меньше прибыли. Но она ее получала, она ее получала, потому что игроки донатили, они вкладывали свои деньги, и хоть это было и меньше, но все это дело работало. Сейчас же разработчики в последнем обновлении неделю назад у нас закрыли эту возможность, и теперь, если раньше я мог открыть настройки игры, открыть аккаунт, то здесь я мог сменить страну на любую страну, которую я хотел, да, через которую, например, я хотел бы там задонать. То есть, открывал Россию, чтобы у меня цены были в рублях, потом переходил там условно на свою платежку и производил донат в игру, да, все как бы, ну, работало легко. Сейчас же они отключили эту функцию, и теперь я свою страну, местоположение сменить не могу, соответственно, у меня цена вся будет в евро. И написано, что для смены страны там обратитесь в службу поддержки help, если там, ну, какие-то есть ситуации, да, то есть у кого-то там есть какие-то свои нюансы, я не знаю, каким образом там меняется эта страна, не меняется страна. Да, я, понятное дело, что никому ничего не писал, поэтому, ну, факт есть факт, да, то есть страну ты изменить не можешь. Соответственно, все эти ребята, которые, например, живут в Европе, живут в Украине, в других странах, они сейчас, после этого обновления, имеют повышенную цену. Раньше, например, они донатили через Россию, теперь у них есть возможность доната только через свою страну. С Украиной от Европы, да, обстоят дела, ну, чуточку получше, чуточку получше за счет того, что там цены не так сильно повышены, да, то есть мы с Артемчиком посмотрели, там, ну, грубо говоря, где-то 30-40% от того, что есть, да, в рублях повышена цена. С Европы у меня, например, да, это чуть больше X2, да, то есть X, ну, как бы 100%, да, то есть если там 30-40, то тут 100, сразу соточка сверху, красивая. Даже больше, там, не 100, да, может, даже 105 больше. То есть, и, ну, понятное дело, что у меня лично, я, во-первых, никогда этого не делал, да, чтобы производил донат через евровалюту, да, потому что, ну, каждый же понимает, что ты будешь искать лучшие варианты, да, и у меня, как бы, потенциально возможности доната через евро не было, да. То есть всегда у меня были свои платежки, при том, что у меня там практически все деньги там в рублях лежат, я, для меня, ну, максимально это удобно и просто все это дело оформить. Сейчас же этой возможности не будет и, понятное дело, что я даже хоть и особо и не вкладывал, да, там, деньги были там последние какие-то донаты определенные энное количество времени назад, но они были. Сейчас же, извиняюсь, определенные, я задумаюсь об этом и, скорее всего, скорее всего, после этого изменения, я не буду думать о том, что я смогу там закинуть на какой-то ивент или еще что-либо. И так будет у большого количества игроков нашей игры, которые пользовались возможностями доната через другие страны. Да, я не говорю сейчас про Бразилию, да, это, ну, такая обходная темочка своего рода, да, при которой экономили, но даже в этом я не вижу никакой проблемы. Я не вижу никакой проблемы. Будь донат дешевле, это все равно донат, это деньги, которые игроки вкладывают. И я уверен в том, что после того, как произошли эти изменения, как разработчики выкатили эту обнову, донаты в игру резко упадут. У большого количества людей, да и игроков в целом, политика очень проста. Если он покупал что-либо за определенную цену и через, например, там день, два, ему говорят, привет, теперь ты будешь платить в два раза больше. Уж поверьте мне, у процентов так 80, может даже больше людей из общего количества сразу же отпадет желание этого делать. Они подумают, а зачем мне это надо, ну, для чего? Я могу там потратить эти деньги, например, на что-то другое, да, то есть, ну, зачем, для чего? То есть, это уже рассматривается с точки зрения того, что тебя хотят как бы, ну, не обмануть даже, но накрутить, накрутить, конкретно накрутить, да. И я уверен на 100%, что уже сейчас и в дальнейшем за счет этого обновления разработчики начнут терять, вернее, уже теряют, будут терять. И все это будет продолжаться до тех пор, пока они, может быть, не вернут, либо не придумают какую-то еще дополнительную альтернативу. Но, зная разработчиков, то, скорее всего, ничего этого сделать никто не будет. И, с одной стороны, мне даже кажется, что это где-то жадность, это жадность. Да, то есть, они определенно смотрели, видели, что игроки пользуются возможностями доната по более низким ценам, и они решили эту лавочку прикрыть. Поживем-увидим, понятное дело, что у меня нет там статистики определенной, да, но по донатам, да, в принципе, в игру, но я более чем уверен, не знаю, на который раз я уже это сказал, что все это дело приведет в дальнейшем к тому, что игра от этого только и только потеряет. Хотя, как я уже говорил, при таком онлайне вложения в проект, то есть, были очень хорошие. То есть, полноценно играет та аудитория, которой игра не то, что нравится, она готова в нее вкладывать. То есть, это не аудитория там какого-то Майнкрафта пятилетняя там или еще что-то в этом духе, да, здесь уже ребята в большинстве своем готовы поддерживать тот проект, в который они играют. Но после таких решений, я не знаю, что будет, я не знаю, я не знаю. Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Я даже не задумывался о том, записывать видос или нет, да, я знал, уверен был, что эту тему надо обсудить вместе с вами. Спросить у вас, что вы думаете, да, и если есть те ребята, которые донатят, а они есть, и они смотрят прямо сейчас, то напишите в комментариях, через какую страну, вот, например, вы платили, да, была у вас там возможность, да, смены, и вы это дело все оформляли, и готовы ли вы дальше все это дело производить, но уже через ту страну, которая у вас, например, привязана, да, если у вас это стало намного там дороже, распишите, покажите в комментариях все это дело. Мне будет очень интересно почитать, на сколько процентов я прав в этом всем деле, в этом полноценном обновлении от разработчиков игры. В свою очередь, я скажу, что, наверное, наверное, это были последние мои вложения, ну, при том, что у меня и так, как бы там, их не так уж и много было за всю историю, но я в следующий раз, если даже что-то будет сверх-сверх крутое, там, да, как было, например, у нас акция с 500, ой, 5000 танкойнами, да, где там было бонусные по 150 танкойнов на 30 дней, даже вот если с таким супер-мега-крутым предложением, я задумаюсь, да, стоит ли мне это все дело покупать. Ну, а разработчикам игры я бы посоветовал бы пересмотреть цены, пересмотреть цены и... Изменить их в меньшую сторону, да, потому что, ну, если у нас, например, в России 7000 рублей, да, почему у меня, например, в евро, в Европе эта цена в два раза больше, даже больше, чем в два раза больше? Я считаю, что это несправедливо, я считаю, что это неправильно, и такого не должно быть. Если уж вы запрещаете возможность смены страны в настройках, при том, что это мне неудобно, повторюсь, да, я производил покупки в рубли, потому что мне это было удобно, то почему цена моя в два раза больше? Тогда приравняйте, ну, хотя бы плюс-минус, плюс-минус приравняйте, если вы уже запрещаете. И не будет никаких вопросов, не будет никаких смен стран, и не будет никаких других нюансов, потому что у вас уже будет под любую практически страну одна определенная цена, а не так, что там у вас будет 6000, там у вас будет 12000, там у вас будет 7, там будет 8, там будет 9. Приравняйте цены, и проблем никаких не будет, и игроки будут довольны. При таком онлайне, как по мне, риски очень большие, очень большие риски. Все хотят кушать, я понимаю, но это явно не тот выход, при котором проект в дальнейшем будет получать большую прибыль. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг не подписаны. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...